Историческое общество, вот буквально на днях, слава Богу. Но у меня сразу возникает огромное беспокойство, а кто будет писать эти вот учебники истории. И привожу пример, вот в этой книге рассказываю. Один академик, директор института, не называю его фамилией, здесь она названа, дает интервью где-то в 90-е годы, как нам писать историю, а? Вот Суворов, он великий полководец, а то, что он разгромил Пугачева, а то, что он подавил польское восстание, это как? Я отвечаю, что почтеннейший академик Суворов прискакал, когда Пугачев был разгромлен. Если бы он прискакал вовремя, конечно бы разгромил, потому что Суворов один из выдающихся строителей государства, его вооруженных сил. А Пугачев, что бы вы там ни рассказывали, и как бы в народе, как Алилхомат Атамани, там память не хранилась, все-таки разбойник, неграмотный. К тому же и Пугачев понимал на вопрос Завы Маврина. Ты действительно хотел стать сеть, на трон и стать царем? Да нет, ваше благородие, ведь я неграмотный. Пугачев это понимал, а советские историки этого или делали вид, что не понимали. Конечно, крах государства при таком руководстве. И этот историк, боюсь, как бы не возглавил комитет по созданию учебников. Насчет поляков я тоже в книгах объясняю, что да, для поляков это война за национальную независимость, но да, Россия это война за национальную безопасность, потому что руководители польской революции обращались и к турецкому султану, и к шведскому королю, и к французским якобинцам. Давайте на эту Россию! И готовы были принять самое активное участие в ее расчленении, если бы удалось. Поэтому для Суворова не было выбора, как воевать. Вот такие вот перлы. Вот в новой книге, ну вы ее прочтете, там все сказано, но приходится полимизировать. Вот буквально с самой первой страницы. Первая глава у меня называется по-итальянски, ну вот в переводе, я итальянскую не знаю, но переводчики помогли. Я родился в 1730 году, 13 ноября. А последние десятилетия у нас в стране гуляет версия, навязывается версия, что нет, Суворов родился в 1929 году. Почему? А вот, дескать, когда его хоронили, его родственник Дмитрий Иванович Хвостов, ну, могильная плита, это завещание Суворова, здесь лежит Суворов, а на вот доске-то Дмитрий Иванович накатал, родился в 1929. Ну, бывает, ошибся Дмитрий Иванович, на него свалилась эта тяжесть, опала новая, так сказать. Сам Суворов написал, был очень молодым офицером, по-моему, еще в чине подполковника, записку, где проходят все свои чины, с филигранной, так сказать, точностью, когда вступил в службу, когда получил сержанта, когда получил подпоручика, когда получил капитана, и там он пишет, на итальянском языке, родился в 1730-м, 13 ноября, и даты рождения своих сестер. Кстати, и у сестер на могиле даты со сбоем на один год. Ну, когда хранили, так сказать, не муж, жену, а дальние родственники, Хвастов был женат на племянницу Суворову, ну, вот часто у них вот с даты, день рождения они помнили, да, наверное, отмечали, ни разу с даты не получалось. Но есть прямые свидетельства, Суворов написал, я родился в 30-м, его жена, когда узнала об этой мемориальной доске, Суворов с ней был в разъезде, но не в разводе, Варвара Ивановна написала Хвастову, родился мой муж в 30-м, Дмитрий Иванович, что ты там пишешь? И недавно я нашел еще одно подтверждение, любимый деньщик Суворова, его спутник многолетний, Прохор Иванович Дубасов, написал Хвастову, Дмитрий Иванович, Александр Васильевич родился 13 ноября 30-го года. Приходится это писать, потому что уже застолбили, навязали, что нет, в 29-м уже энциклопедии выходят, но некоторые поосторожнее, 29-й, 30-й, а некоторые прябы рубят 30-й, и многие авторы, 29-й. И чего это делается? Я подумал. А вы знаете, подступит дата, круглая, новый юбилей, и вот, благодаря вот этим вот мифотворцам скажут, а когда праздновать-то, знаете, мы не знаем, вот как-то у него не ясно. Да все ясно. Ошибся, Дмитрий Иванович, первый биограф из Суворова, 30-й, хотя доска уже висела, лучший биограф из Суворова, Петрушевский, Алексеев, Милютин, 30-й. И у нас в стране отмечают 30-й. А сегодня появляются, значит, нет, вот 29-й, присылаются на работу такого офицера русской армии, который преподавал в консерватории на дирижерском факультете, я не знаю, что он преподавал, Гутер, который взял в юбилейный Суворский год написал статейку семестраничную в 29-м. Из этой статейки следует, что человек впервые столкнулся, так сказать, с историческим материалом. В его каждой строке, ну, буквально сияющие, так сказать, пропасти, ну, как бы мягче сказать, невежество, а может быть и хуже того. Ну, вот приведу пример, он, например, рассказывает, что а вот внук Суворова Александр Аркадьевич считал в 30-м, в 29-м. Внук родился после смерти своего великого деда, жена в 30-м. Прохор в 30-м. Сам Суворов в 30-м. Кому верить, конечно, Суворова. А вот, значит, Суворов там где-то диктовал, он не знает, что диктовал, он думает, что писал. Диктовал свою биографию, случайно попал в 27-й. Ну, тогда и пиши 27-й, значит. Нет, вот Суворов, ну, адюбат, значит, не расслышал, Суворов длинные бумаги только подмахивал. Вот. Дальше, больше, нашли исповедальные книги случайно. Вот автор на этой исповедальной книге строит, что вот, оказывается, там, допустим, в 42-м году Суворов и отец, Суворов, мать, исповедуется, и Суворов написал, а может, отец сказал, что ему 13 лет. 29-й. Еще там через 5 лет надо написать 16, он написал 17. Ну, все. Он только не знает, что исповедальные книги давно русскими историками этот вопрос решен, что верить, вот, когда записывают девчонок со слов Горейщего, ну, это не исторический источник. Как правило, они неверны. И там и отец Суворова записан неправильно. Получается, что он родился там в 4-м, 5-м году, на самом деле родился в 9-м, на 4 года. Опять ошибли. Суворов родился в 30-м. Есть и другие перлы. Ну, вот пришлось ответить, так сказать. А у меня есть один оппонент, я его не вижу сегодня, который вот сидит, сидит, а потом выкрикивает, Лобатин не знает, в 29-м родился Суворов. Этот оппонент ничего не знает. Ну, вот где ты это выучил и, так сказать, верен этой дате? Нет, поверим, все-таки самому Суворову, его жене, его любимому, Денчуку Прохору Дубасову. Большую главу я посвятил, прочтете, даже редактор сперва так встревожил, говорит, что это много вы очень об отношениях с Потемкиным. Ну, вот этот миф надо было снять с повестки дня, что Потемкин был следующий враг, завистник, недруг Суворова. Помещаю его отзывы, такие отзывы, которые, пожалуй, да, вот удалось мне в счастливейший день в моей жизни, когда я нашел его письма Потемкина Екатерине, где он пишет, «Матушка Суворов один, не дайте ему ныть, другой он на его месте, зная честность и неприятеля, плеса бы, как черепаха, этот орлом летел и победил с меньшими силами. Я его берегу на тот случай, если сам султан, мол, полезет». Ну, вот, не в...